Экспериментальный сезон работы коллайдеров закрыли в Институте ядерной физики. В честь каникул сотрудники устроили рок-концерт, а журналистам позволили запустить в коллайдер пучок позитронов. До сентября ускорители частиц на профилактике, а с осени физики возобновят эксперименты. Как сложные вычисления помогают в обыденной жизни, об этом Анна Братушкина. Прочные кабели для самолетов, вычислительную технику и даже новые сорта зерна создают благодаря результатам экспериментов с ускорителями частиц. В Новосибирском Академгородке с коллайдерами работают больше полувека. Именно здесь построили один из трёх первых и единственный вертикальный коллайдер ВЭП-1. В нём сталкивали отрицательно заряженные частицы электроны. Позже работать стали и с античастицами – позитронами. И на тот момент это тоже была совершенно фантастическая идея, потому что позитроны, где их взять? Если электроны в каждой лампочке есть, то позитроны надо ещё научиться производить. Позитроны создают из электронов, а после их отправляют в коллайдер. Этим занимаются в пультовой. Большая часть процесса автоматизирована. Запускать частицы в коллайдер могут даже сотрудники без специального образования. Журналисты тоже решили отправить пучок позитронов. Но даже кликнуть мышкой оказалось не так просто. А мышку не так… Это надо тренироваться, чтобы… Тут даже мышку сложно поставить. Ну да, да. Как вы это делаете? Это дело тренировок. Вот она. А, нашлась. Да. Вот сюда нажимаете. Всё. Увидеть, что пучок частиц ушёл в коллайдер, помогают специальные светящиеся пластины и люминофоры. Вот он бьётся в люминофор и светится. Это значит, что пучок тут есть. В пультовой работает непрерывно. Любая остановка техники – потеря важных данных. Однако неполадки всё же случаются, например, из-за грозы. Если у нас произошла просадка, значит, это есть некий перерыв. То есть, работа не идёт. С нашей точки зрения, ну, это в лучшем случае вы потратите час. В три часа ночи вы здесь управляете, у вас просадка. Вы в три часа ночи идёте, значит, начинаете всё включать. Это тяжело. Ну, а более такие серьёзные происшествия – это оборудование выходит из строя. В июле и августе ускорители частиц на профилактике. В этом году каникулы в Институте ядерной физики встретили рок-концерта. Новый сезон работы с коллайдерами физики начнут в сентябре. Анна Братушкина и Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Спасибо. Спасибо. Спасибо.